Это ваш друг Криптофейс, вернувшийся с отпуска. И это видео, без сомнения, самое важное, что я сделал в этом году. А может быть и за всю нашу жизнь. Пока не наступит завтра, но на самом деле, имеют место самые-самые крупные признаки на... WSOT! На нашей любимой бирже Bybit. Друзья, все! Началось крупнейшее состязание в мире по трейдингу криптовалют. Будет продолжаться до конца этого месяца. Без малого 19 дней, как вы видите, или 2,5 недели. Ранняя регистрация уже закончена, но вы все еще можете успеть вступить к нам в команду. Обязательно это сделайте, переходя по ссылке из записания или по QR-коду, который вы видите на экране. Наша команда называется SellBuy через значки доллара и биткоина. Поэтому не пытайтесь ее найти по поиску слова CryptoCommons. Просто переходите по ссылке и нажимайте, друзья. Но мы уже практически пробили 100 участников, поэтому торопитесь успеть быть в первой сотне. Поэтому не тупите, переходите по ссылке. Если вы еще не перевелись на UTA-аккаунт, вот самое время. Крышесноснейшие призы в размере 10 миллионов долларов. Призовой фонд, ребята, будет разделен между лучшими командами участников. Так что не тупите, переходите по ссылке, вступайте. Торгуем, как обычно. Зарабатываем и получаем плюшки. Признаки, что мы видим в крипто крупнейший сигнал по биткоину, альткоинам, на полном серьезе указывающие в направлении, которое каждый ждет. И вы все знаете, о чем речь. Вы все это знаете. Я говорю о разрывной бычьей движухе. Я не говорю лишь о биткоине, я говорю о всем пираге, я говорю и о альткоинах. Но предстоит многое пройти за следующей неделе перед выборами. Они могут быть расколбасными, но главное, там будет движуха. Если правильно определить окружающую среду, которая, вероятно, начнет быстро меняться, и проторговать эту движуху. Но, боже мой, каждый желает знать, буквально каждый, что нас ожидает в будущем. Реальном будущем, а не всего лишь пары недель. А скажем, следующий год, конец этого года, я лучше покажу, чем буду говорить. Нас ждут крупные события на крупном таймфрейме. Подтверждения, сигналы. Нас ждет безумный пи***ц для обсуждения. Итак, 19 сентября я запилил твит, в котором указал, что последний раз, когда мы видели вот такое, у нас начался забег к историческому максимуму. И что это было? А вот это. В сентябре. Ясно? Последний раз, когда это произошло, на дневке у нас образовался буллран. О чем это я? Прямо здесь. Это было в середине, даже ближе к началу сентября. Но на что это похоже? Это было похоже почти на полную копию. Прямо вот здесь, от января-февраля начала этого года. Но что произошло в январе-феврале этого года? Бу-бу-бу-бум. Бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй. Мы выросли с 30-40 тысяч до исторического максимума, нового исторического максимума. 73 тысяч. Это было почти... Почти... 89. Почти 100%. То есть, в точности, почти месяц назад, у нас образовалась чертовски похожая копия. На дневке. У нас сначала было не особо вверх. Затем мы снова вернулись на эту тонкую линию. Снова выросли за этот же день. И снова здорово. Сигналы RSI замечательные, зеленые, растущие. Но даже если Манифлоу немного пробуксовывает на дневке и колбасится, мы ушли с красного в зеленый, но это даже не начало. Так что давайте-ка посмотрим и разделим мух от котлет. Но ладно, давайте начинать. И начнем мы с главного босса. Месячный таймфрейм. Перед вами месячный таймфрейм. Я, кстати, давно не смотрел на месячный график. И у нас, о боже мой... Да вы только взгляните. Замечательная зарождающаяся внешняя кривая. И она плотная, плотная. Очевидно, что Манифлоу в зеленом. Импульс на высоте. Но давайте-ка проверим. Когда мы видим, что импульс спускается, но есть W-волна. Плотная. Бум-бум. Импульс. Бум-бум. Прямо вот здесь импульс. Сокращается следующая V-волна. Бум-бум-бум. Прямо вот здесь импульс сокращается. Следующая V-волна. У-у-у, это меня радует. Это мне нравится. Ощущение, как будто в первый раз. И такого давно не было, когда месячный таймфрейм мне кажется бычим. Довольно давно. Но давайте укрупняться и посмотрим на двухнедельный таймфрейм. RSI на высоком и сильном уровне. И все потому, что когда RSI приближается к вершине, значит бам и вниз. Индекс силы. Сила. Что это значит? Сила на высоте. Если она опускается, то значит сила слаба. Поэтому если у RSI получится здесь закрепиться, особенно на более крупных таймфреймах, то значит у нас с силой все в порядке. Прямо сейчас. Причем обои варианты стахастик и обычный находятся прямо друг в друге. И когда оба RSI на Market Cypher B так близки, что даже друг в друге, все становится даже еще сильнее. Так что это много значит. И очевидно, что к нам приближается очередная колбасная виволна. А это значит, что манифлоу мал. Но это значит, что он увеличивается. Он растет. Но что же мы хотим? Что ж, очевидно, с падающим импульсом. Все становится не так однозначно. Развернется ли этот импульс вверх и станет ли чем-то иным? Знаете, манифлоу будет такой и бум, цена будет такая. Верно. Так что с этим произойдет? И сейчас у нас есть траектория настроена вверх с импульсом, виволнами, RSI и манифлоу. Так что идем дальше и переходим на недельки. А, да, неделька. И первое, что мне бросается в глаза, это общий импульс. Общий импульс. Я люблю рисовать линии. Все это рисовать, чтобы понять, на что похож и как выглядит импульс. Он рос. Вот здесь он немного упал. Но сейчас импульс хорош. Так что, во-первых, у нас было немного стрёмная ситуация с этими головой и плечами. На импульсе и гипы отрабатывают. Что было и в этот раз. И цена такая, пюм, уехав с 74 или сколько-то там тысяч, до 50к, минус 20. Голова и плечи на этих волнах импульсов. На самом деле все паттерны. Иисус заправляет. И голова и плечи отыграло. Так что, теперь у нас... Маленькая триггерная импульсная волна. Почти такого же размера, чуть-чуть больше. Если эти волны начнут превращаться в большие новые, а RSI продолжит движение, то у нас будет пробитие вверх. Сейчас импульс слабый, но он растет. Сейчас маленькая волна. Но она растет. Манифлоу. Тоже немного растет. И за три дня, за три дня, что произошло? Манифлоу сократился, но угадайте, что стало красным. Мы видим с вами этот будто складной нож. Мы видим этот складной ножик. Консервный нож. Лезвие с зазубринами. Манифлоу приходит. Этот импульс. Импульс. Я надеюсь, превратится в что-то серьезное. Мы на самом деле не знаем. Но у нас есть этот небольшой приток Манифлоу. И я не могу отрицать, что у нас есть восходящий низ на Манифлоу. Вот это большая черепаха. Бабушка, мама и маленькая доча. То же самое с зелеными Манифлоу. Они растут. Манифлоу растут. Растут сверху и уменьшаются снизу. Теперь я не знаю, будет ли это больший Манифлоу. Я не утверждаю, что это будет. Но это будет охуенно заебись. Это чертовски возможно, но не обязательно должно произойти. Чтобы мы устремились в очередной буллран. Этот Манифлоу может быть вот таким. Таким вот. Но мы все равно зажгем. Знаете, да? Так что сейчас у нас огромный потенциал. Это всего лишь за три дня. Но есть еще один индикатор, который как бы меня еще больше воодушевляет, чем все остальные. И он прямо тут, ребятки. Это RSI. И что же там происходит? А волны поднимаются и становятся зелеными. И... RSI поджался и перевернулся в зеленку. И эти RSI сократились. Они были большими. А потом бю-бум-бум сдулись. Смотрите. Эти RSI... Простите, что немного все смешалось. Все вот тут рассказываю в водою и заплевался вокруг. Так что зацените все, что я вам нарисовал. Параллельно шуча тут налево и направо. А посмотрите на эти RSI. Слабеют, слабеют. Сжимаются, сжимаются, сжимаются. Усиливаются. Становятся зелеными. Эти RSI набирают силу. Это хороший, опережающий признак. Маня-флоу, импульса. И мы хотим этот импульс. Он загибается. Давай. Разворачивается обратно. Становясь чем-то еще. Мы говорим о январе, феврале. Ну то есть в конце этого года. Честно говоря, о таком таймлайне. И эти следующие несколько недель перед выборами гарантированно принесут некоторые ожидающие деньги. Инфа 100%. Ожидающие моменты деньги и неопределенность в рынке. Вот почему сейчас мы на это все смотрим, ожидая. И как бы пока еще все идет медленно. Пока. Фундаментально, китайцы продолжают осуществлять многостамиллиардные притоки средств в экономику. Нам не нужна Америка, чтобы запампить следующий буллран. Очевидно, появились они и могут это сделать сами. Но вот что я вам скажу. Мы разберемся с китайцами. Если мы с ними разберемся, вот что нам нужно. Но мы также разберемся и с американцами. Надеюсь, с обоими. Ребят, видите, как я воодушевлен. Ребят, я не постоянный медведь, не постоянный бэк. Я вам рассказываю, куда я смотрю. Мы просто трейдим. Иногда мы знаем, иногда мы думаем, что мы знаем, что будет в будущем. Но иногда мы не знаем. Но, чел, я тащусь с графиков. Так что давай-ка пойдем в дневку. Самая простая движуха в цены. Бум. Бум. А теперь начинается тю-дю-дю-дю-ду. Бам. Ладно, это простейший базовый теханализ. Народ, мы ожидали, чтобы это произошло. Мы все это время ждали, чтобы это наконец-то произошло. Теперь это может? Определенно может. Давайте-ка еще укрупнемся, а может и не будем. Может, это не произойдет. Если не произойдет, ну и ладно. Я не утверждаю, что мы все должны распахнуть объятия. Лангам с большим плечом. Достигнув вершин, затем бам. Чпок A62000. Вероятно, это где-то движение в 5%. Это, вероятно, в 5%. Я ожидаю все еще, что мы пойдем ниже. Но надеюсь, эта тонкая линия удержится. И если нет, то может произойти что-то еще. Может, спустимся где-то сюда. Я, 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 я не отрицаю, что эти более крупные таймфреймы и размеры играют роль. Всегда. Особенно, когда речь заходит о трейдинге биткоина. Размер имеет значение. Месячный график. Ах, чел, это просто сумасшествие. Это офигенно. Ребят, но вы знаете, что я не фанат альткоинов. Вы знаете. Некоторые мои альткоин-кореша, я их послал с миссии, и теперь они возвращаются. Турбо, без понятия, что это такое. Хотел бы я купить вчера еще больше, но он уже вырос на 40 с хреном процентов. Так что я возьму, чего бы я там не брал на повседневный трейдинг с вами, ребят, за последние пару дней, и запампил бы какие-то говнокоины. Теперь, какие альткоины нам нужны? Послушайте, я никогда не был фанатом Солана и никаких либо бестолковых селебрити-токенов, которые появляются на день, а затем исчезают. Или появляются на целый час, а затем исчезают. Мем коины? Речь про пепе. Это реальный мем про сообщество в стране. Так и есть. Турбо, без понятия, но, похоже, он популярен, это какой-то дерьмо с ИИ, и цена у него движет нормально. Знаете, я не в курсе про пса в шляпе, эти всякие шибы, доги. Эти монеты могут вырасти, но есть много людей, которые всрали много бабла. И, знаете, много потенциальных продавцов. Так что я думаю, нам нужен коктейль из все еще блестящих и новых, а не из старого дерьма, типа Ripple, не XRP. Может быть, твой Ripple вырастет на 10-20 центов. В лучшем случае. И все, кто говорят, что покупают Ripple, они... Ну, камон, они столько их напечатали. Ну, кто-то такой... А что насчет банков? Верно. Ripple делает транзакции с банками. Но позвольте спросить. Вы думаете, банк, осуществляющий транзакцию в 200 миллионов долларов, вы думаете, они хотят использовать нестабильную, испытывающую pump-and-dump монету? Нет, нет. Если хочешь, покупай Ripple. Ну, что меня, то нет. Я продаю свои доксы и... Знаешь, может быть, я немного опоздал. Я немного запоздал с этой альткоин-херней. Ну и ладно, бог со мной. Черт, есть что есть. Но сейчас я продаю доксы. Я продаю мои говнокоинские доксы, ожидая получить взамен пару костяшек. Ох да, с этим празднованием этой невероятной движухи с ценой. Начинаем прямо сейчас. Прямо до воскресенья. Мы будем творить, пилить и создавать, выпуская постоянно новые видосы с аналитикой и лучшими переводами лучших выпусков, лучших блогеров. Эфир выглядит чертовски хорошо. И когда эфир и биткоин начинают карабкаться вверх, подобно настоящему буллрану, то и эфир и вообще все начинает подхватывать. А некоторые намного лучше других. Не забывай забирать прибыль. Если вы меня спросите, мне нужно будет угадать, пойдет ли так, как мы ждем, в крайнем случае, квартал 1. Надо продавать. Начинать продавать. Середина первого может быть квартал 2. Пора продавать. Я думаю, что 25-й будет либо реально хорош, или будет очень плохим. Он будет очень волатильным, и мы не знаем, как на это повлияет политика. Мы знаем, что биткоин ведет себя почти так же, когда он ведет себя так же, как S&P, и NASDAQ, и обычные рынки. Вот что происходит, когда ты на вечеринку приглашаешь дьявола. Это возможно. Если фондовый рынок испытает дамп, то биткоин и крипты так же испытают дамп. Может быть, это будет не такой и частичный. Может, он не так упадет. Я не банкир. Но 2025-й будет или очень-очень хорошим для крипты, или будет очень-очень плохим. Но если графики сохранят картину, которую мы сейчас наблюдаем, недельный, двухнедельный, месячный, чёрт, может быть, у нас будет 2-3 месяца, а может... Может, зажгём, может, будет 80-90, может, 100 до, блядь, января, февраля, потом... А затем, а затем, а затем у нас 90% откат обратно до 10 тысяч, типа... Ладно, в этом доля шутки. Не будь очередной писакой в чате, «А, я думаю, мы упадем к 10 тысячам». Я лишь говорю, что после бычьего рынка снова возвращаются медведи. Но прямо сейчас... Чел, эти крупные таймфреймы, ну реально, я не могу отрицать, что в них надежда. У нас есть надежда, есть надежда на эту растущую движуху, а я вернулся с отпуска, и да, я заснул во время стрима. Этим утром это был 10... 6-часовой стрим, затем 4-часовой стрим, и, детка, я вернулся. До встречи, боже храни всех. Редактор субтитров А.Семкин